Привет! Интересный поворот мы сейчас можем наблюдать в международной политике. Ну и в первую очередь, конечно же, в фашистской России, которая с нами воюет. Значит, что там происходит? Они встречаются с террористами, любят дружить со всякими людьми с подмоченной репутацией, ну в частности с террористами, да, представители Хамаса. Они не только на этой неделе приезжали в Москву, и до этого были визиты. Талибы приезжали, Ким Чин Ин приезжал. Ну, в общем, все лучшие, лучшие люди этой планеты. Но на самом-то деле, значит, беда в чем рашки-то? Встречаются они с Хамасом, а хотят быть похожим на Израиль. Вы за пожестче в дипломатическом стране. Да. А если переложить на военный лад, то что должно было остаться от Украины сейчас, если от Украины хоть что-то могло остаться в результате такого рода действий с нашей стороны? Здесь Оле Скобеевой и другим нужно кое-что пояснить, потому что она высказывает коллективную позицию. Ну, во-первых, Украина не Россия. Это вроде как уже начали понимать даже на болотах. Но Украина это и не сектор газа. Это большая европейская страна. И да, они хотели бы сравнять с землей все, как в секторе газа делает сейчас Израиль. Да, они проводят наземную операцию. То есть ракеты летят нон-стоп. Ракеты, танки. Настоящая война со всеми вытекающими из этого последствиями. Но с нами они так поступить не могут. Не потому что не хотят, а потому что не могут. Ну, мужчина из клуба Путина 70+, с большой вероятностью понимает, о чем я сейчас говорю. В любом случае, значит, там, на болотах, произошла в некотором роде, ну, не то что революция, но стачка. В прямом эфире российского телевидения произошла зрада. Ну, по-русски это предательство. Когда российские прикормленные, откормленные пропагандоны перешли от позиции Путина к позиции Израиля. И это интересно, особенно на фоне того, что вот вчера Генассамблея голосовала за гуманитарное перемирие, чтобы Израиль не атаковал сектор газа, ну, прекратил стрелять, в общем, отказался от мести, отказался от обеспечения своей безопасности. Тут прикольно, кто голосовал против. Резолюция была принята абсолютным большинством. Значит, голосовали против, значит, 14 государств. Против 120, то есть 120 стран за остановку войны, а 14 против. Среди них такие государства, как США, ну, Израиль, понятно, Угорщина, она же Венгрия, Австрия, Чехия, Хорватия и Украина. Я когда посмотрел этот список смельчаков, там есть еще островные государства, мы их перечислять не будем, потому что они слишком далеко, и от них совсем ничего не зависит. Но, оказывается, у нас тут с Венгрией даже есть какие-то точки соприкосновения. Это в контексте наших двухсторонних и многосторонних отношений в рамках Украины и ЕС говорит о том, что с Венгрией Орбан, не Орбан, переговоры нужно вести и достигать на переговорах своих результатов. И так оно и будет, кстати. Так вот, значит, сейчас российские пропагандисты будут визжать на тему, что в Израиле нацизм, фашизм, и они вообще не любят детей. Хотя, еще раз, сами поступают российские нацисты на территорию Украины точно так же. И количество жертв среди мирного населения в Украине, знаете, почему меньше? По одной только банальной причине. Это география. Посмотрите на размер Украины и сектора газа. И сразу все станет понятно. Хотя, опять же, масса городов, таких как Мариуполь, они там нормально отфигачили. Десятки тысяч убитых. Десятки тысяч убитых российской армии. И после этого эти негодяи еще смеют кому-то рассказывать, как им жить. Так вот, да. Ну, мятеж. В эфире Раша ТВ. Убитые количество детей. Может, неправильно посчитал. Более двух тысяч. И они говорят, вы же не Хамас убили. Вы же убили мирных. Вы убили детей. И отец, который останки своего ребенка несет в больницу, его боль не меньше, чем боль отца еврея, который своего несчастного, обезглавленного ребенка находит. Я понял. Я слышал это. А у меня вопрос. А что нам делать? Что нам сейчас делать? Идти с ними на переговоры? Я разве об этом сказал? А что делать? Яша Кедми, товарищ хитрый, он хотел сидеть на двух стульях. На израильском и, соответственно, на кремлевском. И получать денежки из кремлевской кассы. Платят там нормально. На пропаганду там никогда не скупились. Но вот получается, что когда стоит вопрос о твоей личной жизни и безопасности, то нет, кремлевский стул отодвигается. Хотя Яша с большой вероятностью, несмотря на это, все равно свои бабки получит. Но разложил он этот подход четко. Вполне возможно, что он просто понимает, если бы он сейчас слился бы с Хамасом, с которым слилась Россия, то его дома бы на родине не поняли. Остановиться? Я разве это предложил? А что? А что нам делать? Ну, по крайней мере, сделать можно. Ну, по крайней мере, что? Мы должны делать, чтобы государство должно защищать своих людей. Да. Свою страну. Что нам делать сейчас? Но оно не должно уничтожать невиновных людей. Нет, что нам делать? Да открыть две ночи. Пожалуйста. Договориться с арабским миром. С кем договариваться? Арабским миром. Какой арабский мир? Он защитил наших детей. Седьмого числа. А он мог защитить детей? А? Он мог защитить детей? Он мог. Как могли защитить, например, Египет? Чтобы не было Хамаса. Кто его поддерживал? А кто его поддерживал? Кто его поддерживал? Катар. Так, раз. Еще кто? Турция. Так, и еще кто? Правильно. Еще, еще. Спецслужбой какой страны им занимались? Президент какой страны говорил, что ему нужен Хамас? Я еще... Премьер-министр. Какой страны говорил? Я еще раз говорю, мы не создали Хамас, мы его использовали против нас. Но это не играет сегодня роли. Конечно, забавно смотреть, когда на Соловьева кричат в прямом эфире. Я вот вам всегда говорил, что эти люди, многие, кто не знает этой кухни, они выглядят такими интеллектуалами, такими классными ораторами, всякое такое. На самом-то деле, если у тебя есть возможность, тебе не выключают микрофон, положить их на лопатки, в переносном смысле, вообще не составляет труда, потому что они исповедуют вот эту грязь и черноту. Так вот, по поводу Хамаса. Да, действительно, когда-то был этап, когда Израиль поддерживал Хамас в борьбе с Ясером Арафатом для того, чтобы, ну вот, разделяй и властвуй. В конечном итоге, Хамас взял власть, это, ну, никто-то не скрывает. Только вот Яша, а что ж ты такой, вот, вроде бы смелый, кричишь на Соловьева, самое главное, а не сказал? Кто еще поддерживает Хамас? Иран и российское государство. Да, если бы было бы не так, то вот этих вот попыток вкинуть вот эти вот темы, что Украина продает Хамасу оружие, тоже мне сама постановка вопроса идиотичная. Почему? Да потому что нам оружие нужно свое и себе. Потому что если у нас не будет оружия, она здесь убьют всех причем. Ну, это так. Так, но эту тему россияне качают. А кто может Хамасу поставить трофейное оружие? Привет Биби, который говорил, я не хочу поставлять Украине оружие, хотя там не все так просто, потому что мы не хотим, чтобы оно попало в Иран. Не хотите, да? А Хамасу якобы оно попало. А воюет Украина с кем? С Хамасом нет, с Ираном нет, с Россией воюет. Так кто ж тогда мог это поставить? Ну ладно, это можно сказать лирика. Значит, Яша Кедми пересаживается с этого положения сидеть на двух стульях на один стул и продолжает орать на Владимира Соловьева. А в это время проводится, да, операция в секторе газа. Танки там гудят и стреляют, бомбы летят, взрывают подземные ходы Хамаса. И, конечно же, в результате этого гибнут люди. А вообще, что связывает Хамас и Россию? Ну, во-первых, знаете, мир вообще не идеален. Но как определить, кто нацист вообще? Правило оно универсальное. Тот, кто пересек границу. И сейчас границу пересекла Российская фашистская федерация, если мы говорим об Украине. Но и эти террористы Хамаса. Все очень просто. Как выглядела Чечня после войны? Ну, видеокадров достаточно. Все сравняли с землей, уничтожили колоссальное количество людей. Надо дать должное, что Российская армия на себе не отказывает в традициях. Они убивали в Чечне всех. И этнических славян, и этнических чеченцев. Убивали всех. А то, что бойцы Рамзана Ахматовича сейчас в Украине играют роль за град отрядов, ну, такое дело. Но вот в историческом плане, как это ни странно будет сейчас звучать, с кадыровцами нам будет договориться, или с чеченцами в целом намного проще. Так что, Рамзан Ахматович, берите власть в свои руки. И многое уже делается. У них уже создано два батальона имени людей. Например, шейха Мансура и еще одного парня, которые некоторое количество столетий назад воевали с царской армией за независимость, за себя воевали. И теперь вот Рамзан Ахматович создает соответствующие подразделения. Так что, рассказывать о том, что вы никого не убивали в Чечне или в Украине, это знаете, как Мудозвон любит рассказывать вот с таким придыханием, что вот я общался с российскими военными, они говорят, что российский солдат не готов делать бучу. Которую они сделали. Это главное слово на Соловьева. Он же тоже, как и Путин, никогда не врет. Но они все время пытаются показать вот это высокоморальное лицо, высокоморальное лицо российского нациста, российского оккупанта. А Яша Кедми пересел на израильский стул, на родной, и говорит, нет, ребята, так не пойдет. Во-первых, чеченцы это были граждане России, вывели войну на свои территории. Конечно. Во-вторых, Грозный не выглядел лучше, чем сейчас газа. Тх, Грозный выглядел гораздо лучше, чем выглядит сейчас газа. Ну, посмотри фотографии. Это не имеет значения для нас сегодня. И все знают, что Яша прав. Все это знают. Ну, и, кстати, ремарка о том, что чеченцы там россияне, ну, граждане России, она важна в данном случае. Так, на секундочку. У них была гражданская война в Чечне вообще-то. Хотя сейчас мы Шкирию признаем. Ну, это история будущего. Я еще раз спрашиваю, что мы должны были делать с 7 числа в полдень? Вы должны? В полдень? А что вы должны были делать с 7 числа в 7 утра? В 8 утра. Все ошибки, которые... Какие ошибки? Когда столько часов по вашей территории шли бандиты, гнали пленных, убивали людей? Не важно, не важно. Это не важно. Вы расследовали? Что должно делать государство после того, что произошло? Сначала государство должно провести анализ. Нет анализа. Люди должны жить завтра. Правильно. Чтобы люди должны жить завтра, ты не должен сейчас взять неподготовленную армию, бросить ловушку. А в армии подготовленная. Не надо повторять глупости, о которых ты не знаешь. Это не глупость. Это то, что говорит ваш премьер-министр. Нет, премьер-министр никогда не говорил, что армия неподготовлена. Министр обороны, начальник генерального штаба, бросают сейчас израильскую армию в газу? Нет. Они готовят. Нет, армия готова. Но они не могут... Ну, хорошо. Театр военных действий не готов для того, чтобы ввести сухопутную операцию? Готов. Тогда чего вы ждете? Я же вас... Тогда чего вы ждете? Я же вам не ною, когда вы начнете наступление. Потому что это вопрос оперативный. Правильно. Это интересная тема. Я вот реально вижу во многом совпадение с Украиной. Мы тоже провтыкали начало войны. И цена у нас, кстати, значительно серьезней. У нас не 1400 убитых в рамках вот этого недостаточного, недостаточной подготовки к войне. У нас цена, блин, когда думаешь, страшно становится. Но, опять же, это не значит, что не надо воевать и защищать себя. Проводите работу над ошибками. Будем позже. Обязательно будем. Когда операция начнется, тогда будет ясно, для чего она была нужна. Вот есть... Не надо, не надо, не знаю, что происходит. На мой взгляд, надо открыть границу, вывести женщин и детей, нуждающихся в помощи. Мы им сказали, уберите из места боев. Место боев до нахолаза. Уберите оттуда людей. Кому их? Если вы сами же говорите, что Хамаса к ним выпускают, что он их взял в заложники. Ну, так что нам остается делать? Поэтому убивать мирных? Убивать детей и женщин? Бомбить? Нет, мы пойдем туда с танками, потому что мы Хамас в первую очередь должны уничтожить. Вы пойдете туда с танками. Володя, так же, как было в Берлине. Никто не считал, сколько немцев погибло, сколько женщин погибло, сколько детей. Никто не считал. Кто начал войну, тот и будет за нее платить. Яша не дурак. Россияне, запомните эти слова. Это же то же, что говорю я. Хотя мы с Яшей не сговаривались. Это очевидно. И пока, вот они держат паузу, мол, мы об Украине не говорим, Путина то хороним, то воскрешаем, война продолжается. И российские собачка-свинка-триколор заплатят за эту войну. Заплатят, в том числе жизнями детей и женщин своих. Ну, в некотором роде, когда они отправляют своих солдат на войну, это же тоже, ну, в теории, чьи-то дети. Хотя в российских реалиях есть мнение, что российский солдат, он сын Путина, внебрачный. Он же собственник этих товарищей. Хамас начал войну, и он будет за нее платить. Надо отметить, что советский солдат по-другому входил в Берлин. Советский солдат входил в Берлин так, как входят во вражескую столицу, и цели были военные. Мы входили и в Берлин, и в Прагу совсем по-другому. Володя, не надо. Не надо мне рассказывать, Яковлевич, и мне не надо рассказывать. Я знаю, я знаю, война – это война. Когда берут вражеский город, его берут так, как можно. И в данном случае у нас выхода нет. А русский солдат? Хамас должен быть для нас. Хамас не останется. Прикольный момент. Яша не хочет уезжать совсем из Москвы. Касается того, как брали Берлин. Массовое изнасилование, мародерство. Жуков, который маршал Победы, несколько составов различных ценностей вывез из Германии. Вот так вот они входили. А потом пропаганда создала вот этот миф российского солдата, которому все были благодарны. Нет. Они действительно действовали по законам войны и вне законов войны. Закон войны изнасилования немецких женщин не предусматривал. Но это же происходило. Точно так же, вот заметьте, как они позиционируют, в частности, мудозвон. Вот Бучас, российский солдат, такое сделать не мог. Не мог. Ну, потому что он российский, потому что он сын Путина. И вот, мол, сразу раз и притягивают в Вторую мировую войну. В Советском Союзе об этом говорить было не принято. И многие ветераны, ну так, не любили рассказывать о том, как они освобождали Берлин. Теперь стало понятно, почему. Яша вот на этом акценте решил не заострять. Ну, я не Яша. Я Роман Сымвалюк. Мы здесь называем вещи своими именами. Вопрос. Уничтожайте Хамас. Но убитых женщин и детей... Никто специально женщин и детей не убит. А не специально, то есть какая-то разница? А? Ну, если это такой процент погибших мирных... Вот поэтому мир и говорит, не делайте это. Нет, а что нам делать? Вы знаете, я так сэрлеживаю. А что нам делать? Ну, если вы хотите это доверить миру, мир примет решение. А? Если вы хотите доверить решению миру, мир примет это решение. Нам плевать на этот мир. Мы никогда его не доверяли. Наша безопасность... Вы тогда определитесь. Наша безопасность не будет. Вы ее не смогли сами обеспечить. Мы всегда ее сами обеспечили. Не смогли. Седьмое числа. Вы не обеспечили вашу безопасность. Мы, вот мы за нашу ошибку теперь ее исправим. Но вы исправляете эту ошибку, убивая мирных женщин и детей. Нет, мы не убиваем мирных женщин и детей. Или уничтожая Хамас. Мы уничтожаем Хамас. Правильно. Но если он прикрывается детьми, то это его проблема. Нет, это проблема этих несчастных детей. Это их дети, они их выставляют. И каждая бомба, которая убивает этих несчастных детей, порождает очередных взрослых мужиков, которые пойдут и будут мстить. И вы будете уничтожать их. Не надо их порождать. Они уже породились. Они уже. Вот этот выродок, который говорит по телефону. Абсолютно бесчеловечный. А чего он? Кто его породил? Объективно, в этой истории нет хороших решений. Да, это правда. Но я с Яшей согласен. Тот, кто напал, тот и будет платить за войну. Что делать? Вот что делать в такой ситуации? Подвергнуть смертельной опасности своих детей? Или защитить своих детей? Даже вот такими вот способами, о которых они сейчас говорят. Вывод же на самом деле очевиден. А эти вот российские гниды, что они делают? Они создали условия для того, чтобы это 7 октября было возможным. А теперь рассказывают Яшикедме и другим евреям, что не все так однозначно, вы сами виноваты. Но эти же товарищи из Хамас, это же ДНР, ЛНР. То есть это по факту рука вот этих вот режимов иранского и московского. Все же просто. Иногда политики делают вид, что это не так. Потому что это неудобно. Играют в Минские соглашения или какие-то там декларации, я не знаю, генерал-ансаблеи. Но суть же от этого не меняется. Хороший вопрос. А когда мы начнем копать, выяснится, что его младший брат погиб под бомбежкой? И выяснится, что его там, не знаю, дед погиб под бомбежкой? И это череда ненависти, череда преступлений никогда не остановится? И поэтому он пишет, мама, посмотри, сколько евреев я убил. И это невозможно и не оправдывает. Но страшно другое, что вот это насилие, порождающее насилие, приведет к тому, что Ближний Восток взорвется. Не надо оправдывать этих чудовищ, не надо оправдывать немцев, нацистов, тем, что их породило. Никто не оправдывает. То же самое. Но никто не говорит, что все немцы нацисты. А я тоже не говорю всерьез. Поэтому я говорю, Хамаз, да. Но если Хамаз прикрывается своими детьми, то это его проблема. Да, так на Соловьева давно никто не кричал в его говнопрограмме. Так мудозвона давно никто не унижал. Он этот спор проиграл, объективно. Он же должен был доказать тут всем, что позиция Рашки, она правильна всегда. А оказывается, не все так просто. Особенно, когда ты сам исповедуешь эти подходы. Войну, нападение на Украину. В частности. Подписывайтесь на мой канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. До зустречи.